Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 мая и как я и говорила, я сегодня буду снимать несколько маленьких видеороликов, то есть видео ответы на ваши вопросы. Вопросы именно актуальные, те которые сейчас нам нужны, будут вот они с пылу с жару, сейчас прямо степлится, буду сразу выкладывать. Очередной вопрос, это как формировать томаты, которые мы высаживаем для получения раннего урожая. А именно эти томаты у меня сейчас уже высажены, они вот сейчас уже с цветочной кистью, то есть они уже готовы к плодоношению. И тут самое главное не растеряться, а сформировать правильно. И эта формировка, то есть способ формирования полностью зависит от нашего пожелания, чего мы хотим знать. Я сейчас расскажу вам оба варианта, можно по первому сценарию, можно по второму, это зависит от того, что вы хотите. Но как вступление к этому видео, я хочу еще сразу сказать, что для получения раннего урожая я всегда выбираю детерминатные сорта, то есть они уже изначально, я буду знать, что я получу меньше с них плодов, чем с индетерминатных, но они, как вы понимаете, они скорее, у них куст меньше, они скорее вот этот куст весь наращивают, скорее формируют кисти. И ясно, что раннего урожая сложно дождаться вот от такого томата, как чудо земли. Вот с этой стороны у меня он стоит, видите, он двухметровый, у него до метра вырастают плоды, и ясно, что он будет потом, 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 намного позже. А для получения раннего урожая у меня подобраны именно те сорта, вот как Демидов, Настенька, в этом году клушу добавила, там еще спиридон. Те сорта, которые способны в ранние сроки, в скором порядке и сформировать куст, и сформировать томат. Но, если мы хотим получить супер ранний урожай, о котором я постоянно говорю, мы должны еще помочь и ускорить этот процесс сами, принудительно. То есть, если вы хотите получить совсем ранний урожай, мы можем ограничить количество кистей тремя, или некоторые даже ограничивают двумя. Сейчас, подождите, я пройду к другим, ой, тут уже места очень мало у нас, все рассажено, сейчас переступлю. Вот, например, вот у меня тут, что у нас, спиридон. Вот видите, у него одна цветочная кисть, вот здесь вторая цветочная кисть, и уже появилась третья цветочная кисть. То есть, если мы хотим получить супер ранний урожай, мы ждем, когда эти три цветочных кисти зацветут, начнут сформироваться, над ними вырастет несколько листьев, и мы можем принудительно сделать прищипку. Это значит, что если бы мы его не прищипнули, у него бы была еще одна цветочная кисть, еще одна цветочная кисть, и все это растение, вся корневая система, которая взяла бы питательные вещества, все растение, оно бы равномерно разделяло. Что-то на цветы, что-то на следующие листья, что-то на формирование, на созревание этих плодов, оно работало бы как на разрыв. Ей нужно и верх верхушку формировать, и эти наливаются уже плоды. А удаляя верхушку, убирая тех вот нахлебников, растение сразу концентрируется только на этих трех цветочных-плодовых кистях и начинает наливать их, формировать, созревать. Оно, короче, холит и лелеет, все растение, только эти три кисти. Вот таким образом мы можем получить супер ранний урожай. Конечно, она всех опередит, те там пока своих следующих кисточек, пока цветочки будут, пока там ягодки эти, ну плодики маленькие, это уже сформирует все, они будут покрупнее, так пораньше поспеют. Ну естественно на этом и все. Это для получения супер раннего урожая. Это первый вариант, при котором мы изначально готовы к тому, что все это растение только выращивается из-за этих трех кистей, только из-за того, чтобы порадовать своих детей, например, внуков, близких, но и самому полакомиться ранними плодами. Следующий вариант. Если мы хотим получить ранний урожай, но без ущерба для количества урожая, то есть когда начинают расти вот эти кисточки, они у нас просто растут, и мы формируем их в обычном режиме, до цветочных кистей убираем листики, потом они зацветают, и мы продолжаем их формировать так же, как в обычном режиме. Одна кисть, вторая, третья, четвертая, пятая. Конечно, то, что они детерминатные, то, что они низкорослые, это даст свой урожай, и они поспеют раньше, если еще они были посеяны, например, в ранние сроки, и высажены пораньше, создали вы им условия. Ой, сейчас, ой, цветочек. Сейчас, подождите, до цветочка дойдем. Я вчера только высадила, и говорила, что жду, когда зацветут. И вот иду, вот он, цветочек. Вот это и будет, вот он, цветочек. О, первые цветочки. Вероятно, вчера, 1 мая, цвели первые цветочки. И вот это и будет ранний урожай. То есть, если ответить на вопрос, коротко, как формировать томаты для получения раннего урожая, я могу ответить так. Для суперраннего урожая мы ограничиваем количество кистей или даже до двух. И убираем все лишнее и вверху, и внизу до цветочной кисти, оставляя оптимальное количество листвы. Если мы не будем ограничивать, то мы формируем просто в обычном режиме. Желательно много стволов не оставлять, оно сейчас начинает ветвиться. Один, два, три, ствола, четыре. Оставляем два ствола основных, основной и пасынок. Оставляем пять кистей, как обычно, пять, шесть, сколько надо. Ну и ждем, когда поспеют первые кисти. Это будет просто ранний урожай, а когда три кисти, это будет суперранний урожай. Эти томаты, вот про которые я говорила, их же можно вообще не посынковать и не формировать. Но когда мы их выбираем для получения раннего урожая, все-таки формировка им нужна. Потому что если мы оставим разрастаться все три, четыре, пять, шесть стволов, вот этих как стеблей, конечно, все это рассредоточится в наращивании этой зеленой массы, отвлекает растение, много сил, питание забирает, тогда урожай не будет ранним. Именно для раннего урожая, все эти не посынкующиеся сорта, я все-таки посынкую и убираю все лишнее. Оставляю. Ну, короче, веду его так же, как обычный томат. Два ствола, пять кистей, пять, шесть, сколько там сформируется. И это будет просто ранний урожай. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова